Ну что, ребят, ролик по поводу биткам. Соответственно, некоторые пишут, что зачем одни и те же ролики, ребят. Ну, как бы, постоянство признак мастерства, да, поэтому нужно иметь в виду, что постоянство дает результат. Вот многие задают этот вопрос, но это такая минутка отступления в сторону, то что, естественно, нужно каждый день делать хотя бы по чуть-чуть, то есть делать минимальные какие-то действия, то есть 20% усилий дают 80% результата. То есть какие-то клиенты могут пойти, какие-то новые зрители и так далее. То есть даже на фоне этого постоянства я точно так же делал, когда начинал канал. Просто делал два ролика, пускай они, может быть, были однотипные, но суть в постоянстве, потому что, сука, сидеть и делать каждый день даже вот такие вот ролики, ну, большинство сдуются через там неделю-две, ну, потолок-месяц, понимаете. Вот и все, поэтому я могу делать каждый день по два ролика и, в принципе, может быть, нету тут чего-то такого сверхъестественного, но когда на рынке какая-то движуха пойдет, то будет и будет намного больше роликов, то есть я и по пять роликов, и по восемь роликов делал в день, ну, ничего как бы нормально. Поэтому тут вот это основная истина. И в рынке то же самое, то есть нужно придерживаться своей стратегии. То есть моя философия в жизни, да, она отражается не только в жизни, она отражается, ну, вернее, не только на рынок, а на жизнь, да, в целом. Поэтому если у вас в жизни постоянство, да, есть, то дисциплина, то, соответственно, в рынке она также будет. Поэтому самое главное с холодным расчетом действовать без эмоций по стратегии и так далее. Вот, поэтому биткоин-доминация у нас продолжает снижаться. За 50% мы пока что не закрепляемся по поводу, соответственно, чего у нас происходит по эффекту доминации. Ну, небольшой откатик по поводу BNB. То есть у нас болтание на одном месте. Ну, и давайте глянем, что у нас по доминации всех альтов вообще. Выше пока что не пускают, но, как мы видим, небольшой. Не то, что альт-сезон, там, ну, некоторые альты пропампили. Самое интересное, те альты, которые я давал. То есть можете зайти даже на бинансы посмотреть. Вот, по поводу USDT сейчас небольшое снижение. Ну, если посмотреть, то есть я уже показывал. Это монета у нас OGN, был памп на 2x. Это у нас монета WIN, был тоже памп на 2x. Потом, соответственно, что там еще, какая монета. Монета AUCTION вообще очень люто пропампилась. То есть кто хотел, если бы состоял в закрытом клубе вместе с нами, мог офигенно заработать. То есть если бы закупались вместе с нами, тут получается 22 числа, можно было вплоть до 3,5x забрать. Поэтому кто состоит в закрытом клубе, успешно на данной монете заработал. Ну, то есть 3 монеты, которые я давал, они выстреливали. Кстати, да, еще выстрелила монета ACM. То есть можно было на ней, кстати, иксы тоже забрать. То есть здесь был памп у нас, получается, на 75%. То есть кто в закрытом клубе состоял, так же можно было заработать. Поэтому вся рекомендация работает. кто не верит, но, в принципе, присоединитесь и проверьте. Вот, поэтому индекс страха и жадности на уровне 52, как был, так и остался, ну, и, получается, оттенки серого у нас, получается, отправляют всех важное письмо, ну, это у нас Grayscale, если что, а важное письмо в отношении Bitcoin ETF, ну, типа того, что должны все быть одобрены заявки по поводу Bitcoin ETF, и давайте, типа, одобряйте, ну, и, соответственно, конечно же, они топят за это, ну, опять же, как мы помним, резервы Grayscale не опубликовала, и, насколько мы знаем, там, какая-то у них, ну, не то, что утечка, ну, скажем так, нехватка ликвидности, и, в принципе, несмотря на потенциальную регуляторную проблему, позиция Grayscale – оптимистичный признак будущего одобрения спотовых Bitcoin ETF-ов, ну, посмотрим, будет ли это так, либо нет, ну, и также считаю, что Coinbase теперь может соответствовать стандартам SEC, и это означает, что Grayscale должно быть разрешено вносить поправки в ранее отклоненную заявку, чтобы запустить свое предложение одновременно с другими, ну, и, получается, известный трейдер Питер Брандт отрицает влияние хавлинга биткоина, вот, ну, и, получается, говорит, вызвало ажиотаж на текущем этапе, говорит, что событие основного протокола, при котором вознаграждение у нас уменьшается, ну, и следующее должно состояться там плюс-минус в апреле 24-го года, ну, и говорит, что естественно, у нас подчеркивает природу рынков, чтобы предвидеть и обесценивает будущее событие, предполагая, что волновые эффекты хавлинга биткоина и потенциального Bitcoin ETF уже выброшены на берег, и, получается, говорит, что Bitcoin ETF также не станет событием, ну, и компания BlackRock, Fidelity, там, и так далее, у нас пытаются запустить фонды, да, ну, и, получается, также будут отслеживать фактическую цену биткоина, а не фьючерсы, ну, и считается, что такой продукт значительно увеличит институциональные инвестиции в биткоин, что приведет к росту цены, ну, и, получается, он утверждает, что позиция биткоина на вершине пишущего цепи, единственное, что действительно имеет значение, отвергает коррекцию актива с другими рынками как неудачно, вот, поэтому Finder у нас говорит, что финансовые эксперты ожидают роста эфира на 30%, не знаю, с чего такие цифры, ну, просто, мне кажется, они из головы берут, вот, и повышение, типа, может быть, 2450-2700, и до конца года может такая стоимость у нас иметься, ну, и, в принципе, говорят, что цена к 25-му году может вырасти до 6000 долларов, не знаю, почему так слабенько, на самом деле, ну, на обычном рынке может, я думаю, и 8-10 тысяч стоить, вот, ну, и по словам опроса, считаю, что сейчас самое подходящее время для инвестирования, ну, конечно, блядь, по 2000 куда ж вкуснее покупать, чем по 1000, правильно? 40% советуют хранить активы, лишь 4% рекомендуют продавать эту криптовалюту, ну, естественно, фиксироваться не надо, вот, ну, в долгосроке, понятное дело, биток и эфир надо холдить, не надо ими спекулировать, ну, мое мнение, да, и, соответственно, кто хочет спекулировать, ваше дело, да, и какие-то более низкорисковые монеты по типу BNB там и так далее, то есть, естественно, я считаю, надо холдить и не парить мозг вот этими спекуляциями, вот, и предсказуемое у нас действие ФРС, ну, типа, повышение ставки на 25 кунктов и небольшая коррекция на крипторынке, ну, и получается, как мы видим, говорят, что как открытая книга для криптоинвесторов, ну, и, в принципе, сразу 107 инвесторов во втором квартале 23-го года оказались не менее 25 фьючерсов на первую крипту, ну, и, в принципе, как мы видим, страх и жадность никак не поменялся, потом, соответственно, сообщество на CoinMarketCap определило цену биткоина на август 23-го года, ну, и проголосовали, что получается, будет стоить у нас и упадет цена на 27315, не знаю, почему именно такие значения, но, соответственно, говорят, что это снизится она на 1890, и получается прогнозы, средняя точность прогнозов практически 85%, ну, и, получается, это делает их альтернативой другим инструментам прогнозирования цен, которые, в том числе, используют алгоритмы у нас искусственного интеллекта, вот, потом, соответственно, у нас криптохиты отправляют на бирже больше биткоинов, что же это значит, ну, и от колебания между 5000 биткоинов, да, и сохранял повышенный уклон от 4 до 6500 биткоинов в день, вот, потом также в июле переводы от криптохитов на бирже составляет 12 тысяч в день, а ток 6900, в сумме составляет 5000 биткоинов за день, ну, и, получается, обычно перевод рассматривается как признак продажи или обмена, ну, поэтому посмотрим, что будет на самом деле, и выводят монеты с биржи, указывают на стремление к длительному удержанию, ну, опять же-таки, они могут гонять монеты просто так, типа, обменять их, либо просто для спекуляции, да, смена рук, что называется, поэтому, ну, тут ничего такого сверхъестественного не произошло. По мнению аналитика, третий квартал для биткоина будет неудачным, опять же-таки, о чем я говорю, что вполне у нас может быть обвал, ну, и, получается, заметил, что в течение этого периода времени перед холдингом крипталюта исторически переживала спад, иногда превышающий даже 20%, а, напоминаю, перед холдингом у нас в марте 2020 года был обвал практически там на 65%, да, и в этом году не исключает снижение на 25 тысяч долларов, ну, и, как видно на графике, динамика биткоина была плохой в третьем квартале всегда, вот. И за три года до холдинга в какой-то момент цена упала более чем на 20%, на сегодняшний день упал всего лишь на 4%, ну, и падение на 20% в третьем месяце вернет биткоин на 25 тысяч долларов. Ну, и недавно большое, большинство экспертов в области традиционных финансов пришли к мнению, что к концу года биткоин может восстановиться около 40 тысяч долларов. Ну, посмотрим. Вот. На текущий момент торгуется на 30 тысяч, незначительный рост, ну, и, в принципе, ничего такого не происходит. И Тим Дрепер, конечно же, говорил у нас, помните, 250 тысяч долларов, ну, и допустил массовое принятие биткоина. Кстати, интересно, действительно, мысля мне пришла. Ну, и вот эти новости, конечно же, он говорит, что, по ему мнению, произойдет 250 тысяч долларов в 25-м году, в 18-м году также предсказал, ну, то есть, как бы, 250 тысяч долларов в 22-м году, и также еще прогнозировали Standard Chartered в июле до 50 тысяч, и в этом году до 120 тысяч долларов в следующем. Ну, и также еще матрик спорта у нас биткоин преодолеет отметку 125 тысяч долларов, фактор хрест там вообще 760 ждет. Но самое интересное, ребят, что самое забавное, действительно, биткоин может и не вырасти. Знаете почему? Потому что самое интересное, то есть, если открыть у нас график, да, и посмотреть, что у нас вообще происходит, то есть, биткоин и рост тогда на бешеной процент. И с каждым годом он растет все меньше, то есть, надо это понимать адекватно. И самое интересное, действительно, что роста может такого и не быть. То есть, по факту, ну, какой у нас был рост, давайте посмотрим, сколько у нас был памп, то То есть, давайте посмотрим, ну, от тела свечи возьмем. То есть, у нас было 10 иксов. Условно, если мы дадим там 5 иксов с текущих, то есть, это сколько у нас получается? Это у нас всего лишь, всего лишь, давайте посмотрим, сколько у нас получается. Это у нас выходит, давайте посчитаем, это у нас где-то 80 тысяч долларов. Вот и все. Поэтому, ну, давайте, 5 на 5, 25, 25 на 10, 50, ну, и получается, это даже 75, даже 75 тысяч долларов. Понимаете, вот вам и вот эти пресловутые 5 иксов, то есть, 75 тысяч долларов. то есть небольшой пеха ну пускай даже хорошо давайте возьмем мы там сходим условно говоря даже больше то есть сходим даже на какие-то отметки в стиле там 80 90 тысяч ну то есть это будет там 6 7x давайте посчитаем следующем цикле у нас будет до откат допустим небольшой ну давайте посчитаем обычно bitcoin корректируется ну пускай будет на 80 процентов вот давайте возьмем эти интереса допустим даже будет те же нам пресловутые не знаю давайте даже 120 тысяч долларов возьмем вообще оптимистичность цена и минус 80 процентов сколько это будет минус 80 процентов это где-то ну условно там 25 тысяч долларов 23 там ну давайте 25 тысяч долларов да потом соответственно с текущих отметок у нас но и получается мы там растем уже не на 5x растем мы меньше и допустим мы получаем условно говоря там 80 тысяч то есть ну по идее мы должны делать перехай ну хорошо допустим сделаем перехай сходим там на 140 до условно говоря потом соответственно потом берем опять вот так вот мере минус 80 процентов падаем уже на 30 тысяч долларов и понимаете x это уменьшаются должны уменьшаться но опять же таки если постоянно переходил от ну то есть может ли быть какой-то лютый пам после такого накопления биткойнов да может быть но прям до ляма при том что x у нас постоянно уменьшаются то есть у нас было 10x ну как бы всего лишь а потом после этого чем у нас будет ну то есть я не знаю ребят то есть надо иметь ввиду что он пампов таких может и не быть и лям долларов а когда он будет ну то есть если такими темпами то лям долларов можно и к 2100 году дойти вот поэтому я тоже над этим призадумался что может и не быть таких иксов и может быть и будут но опять же таки не надо питать иллюзий bitcoin стоит на одном месте поэтому задумайтесь над этим что bitcoin с каждым разом до каждые четыре года там холминг до соответственно награда у майнеров меньше соответственно киты накапливать bitcoin и может быть конечно будет там как я ожидал дам до этого то есть у нас будет пиковая паника а потом у нас будет пиковый пик хайпа да то есть лютый какой-то хайп что никто не ожидает сходим мы там чуть ли не на 200 тысяч долларов и тогда там людей засадят и может даже вся вот это и фария закончится тем что это будет финальный такой сильный рост на и после этого уже будут незначительные какие-то колебания вот по поводу бенби кстати тоже самое снижение сейчас немножко боят лонги по поводу эфира давайте глянем что у нас происходит эффект я так понимаю болтается на одном месте ничего абсолютно интересного не происходит заткаешь давайте глянем чё по заткнешь как индикатор ну тоже опять же таки небольшое снижение ну то есть альты повторяю дыг за другом ничего сверхи естественно не происходит подышу даже небольшой подъемную цену давится но вниз вот по поводу манера пока что сильно его держит я не знаю почему не дадут его ниже ну я хотел бы закупиться но не дают ребят поэтому такие дела не жду ниже 120 долларов но никак не дадут эти отметочки по поводу кстати xrp xrp продолжают удерживать на хаях в принципе разгрузочка продолжается то есть можете продолжиться движение там может но я не верю сейчас что будет перехать если вы верите можете написать в комментах я считаю как мне это будет полный что сейчас мы там сходим на 3 на 4 доллара там и так далее тем более на медвежке по 1 и чу продолжается локальный какой-то отскок вот этому флешка еще небольшому что был вот полгаренду тоже болтаемся на месте но полгарену я говорил хорошая точка входа сейчас это вам как бонус да то есть я в закрытом клубе данную монету также давал в долгосрока какие еще давал этом я отписывал непосредственно в клубе скидывал ордера поэтому имейте ввиду вот ну и принципе на четырех монетах мы уже успешно заработали и все эти пруфы есть телеграм канале вот по хэштегу закрытый клуб либо отзывы всем удачи всем пока наблюдаем дальше за рынком